Я еще раз напомню про тренды, которые у нас сейчас есть. Это у нас все-таки тренд на онлайн-образование. Даже Грейф уже сказал, что потихонечку школы будут переводить онлайн. Начнут сначала с университетов, потом начнут с старших классов, оставят пока детский сад и начальную школу. Но онлайн-образование, видимо, мы к этому уже созрели. Можно обратить внимание на компании ArcoPlatform, можно CommerceStone OnDemand и 2U. Эта компания как раз связана с онлайн-образованием, разрабатывает собственные системы обучения. Из старичков мы можем, соответственно, то, что ближе к нам, это обратить внимание на Яндекс и на Мейл. То есть у Яндекса уже есть Яндекс образование, Яндекс-школа. Они очень реяно ее начали развивать с начала года. У Мейла есть Skillbox и Jitbox. Google, Apple и Cisco, соответственно, тоже. Здесь очень интересный момент, что Apple, я все чаще замечаю, что Apple вроде как будто на хаях, они еще сделали сплит, но у некоторых компаний, фондов, у Buffett, а Apple как бы куплено сейчас. Вот, соответственно, у Apple есть такая штука, через iTunes они могут делать какую-то там обучающую платформу, обучающую, как делать тоже в эту сторону, зарабатывать, собственно, на клиентах и конкурировать там с остальными компаниями. Cisco тоже предоставляет свое оборудование, платформу для обучающих программ. Поэтому вот эти компании, это как шорт-листы, компании, которые стоит иметь в портфеле, если вы верите в онлайн-образование, и сейчас из этого есть тренды. Ну и, соответственно, не забываем про сырьевые компании, то есть и 2021 год реально может стать как новой жизнью для Shell, для Syrgut нефтегаза, вот, и для Газпрома в том числе. Поэтому и не забываем про тех, кто эти компании обслуживает. И напоследок покажу такой график, кто говорит, что в принципе образование не важно, но здесь именно про школьное и про колледж и бакалавр. Слева у нас график, соответственно, безработность, как у нас есть колледж, да, у нас есть, грубо говоря, университет, у нас есть старшая школа, либо те, кто без образования, соответственно, у кого меньше всего образования, кто меньше всего учился, то есть они чаще всего становятся безработными. На этом у нас такая там голубая линия, грубо говоря, там если вы бакалавр, у вас MBA, серенькая линия, самая низкая, да, то есть у вас вы с меньшей долей вероятности станете безработным. Ну и, соответственно, это в том числе отражается на заработной плате. По большей части понятно, что здесь делали обзор JP Morgan, они, скорее всего, делали на штаты Канаду, Англии, Европа, вот, ну, условно, и зарплата также очень сильно различается, то есть если вы развиваетесь, обучаетесь, у вас там, не знаю, два или три высших образования, то вы, соответственно, и зарабатываете больше, чем остальные. Ну, здесь JP Morgan, я думаю, можно верить, поэтому не забывайте про это. Так, ну, естественно, вопрос-ответ. Сразу прошу прощения, если мы прям так быстро-быстро пробежались по всем. Скорее всего, вам тема какая-то очень интересная, понравится, мы сможем рассмотреть ее там прям с точностью, там, прожарку такую сделать на вебинаре, либо на какой-то оффлайн-мереприятии. Поэтому инвесторы, коллеги, друзья, новые участники, если есть вопросы, напишите. Субтитры сделал DimaTorzok